Пожалуйста, встаньте на передней части коврика. Сурья Намаскар. Приветствие Солнцу. На выдохе сложите руки как к молитве. Вдох. Выдох. Руки вниз, ладонями назад. Изящным движением поднимите руки вверх, ладонями назад. Ладонями вперед, большие пальцы в замке. Слегка согните колени, наклонитесь, руки в замок за спиной. Упритесь руками в пол, левая нога назад, колено на пол, легкое вытяжение в паху. Правая нога назад, в упор. Колени, грудь и подбородок к полу. Кобра. Собака мордой вниз. Левая нога вперед, правое колено на пол, легкое вытяжение в паху. Правая нога вперед, наклон вперед. Руки в замке за спиной. Руки вверх. Руки вверх. Правая нога назад, правая нога назад, колено на пол, вытяжение в упор лёжа. Колени, грудь, подбородок на пол, делаете кобру, затем собаку мордой вниз. Правая нога вперед, между руками, левое колено на пол, вытяжение. Левая нога вперед, наклон вперед. Руки в замке за спиной. Руки вверх, ладонями вперед. Ладони вместе у груди. Намасте. Вдох. Выдох. Руки вниз, ладонями назад. Руки вверх, ладонями вперед. Слегка согните колени, руки в замок за спиной. Руки на пол, левая нога назад. Правая нога назад, упор лёжа. Колени, грудь и подбородок на пол. Кобра. Собака мордой вниз. Левая нога вперед. Правая нога вперед. Руки в замок, прогиб вперед. Руки вверх, ладонями вперед. Одним изящным движением продолжаем. Руки в замок за спиной. Руки в пол, правая нога назад. Упор лёжа. Руки вверх, колени, грудь, подбородок. Вдох. Выдох, руки вниз, ладонями назад. Руки вверх, ладонями вперед. Согните колени, прогиб вперед, руки в замок за спиной. Ладонями в пол, ладонями в пол, левая нога назад. Вытяжение в паху. Правая нога назад, в упор лёжа. Руки вверх, колени, грудь и подбородок. Кобра. Собака мордой вниз. Левая нога вперед. Вытяжение в паху. Правая нога вперед. Руки в замок за спиной. Руки к небу. Продолжаем одним плавным движением. Прогиб вперед, руки в замке. Ладони в пол. Правая нога назад. Вытяжение в паху. Левая нога назад. Поза планки. Колени, грудь, подбородок. Вытолкнитесь в собаку мордой вниз. Держим собаку мордой вниз. Держим пять. Выдох четыре. Выдох три. Выдох два. Выдох один. Опуститесь в позу ребёнка. Теперь садимся. Левую ногу вытягиваем вперед. Постарайтесь правую пятку подтянуть вплотную, в промежность. Мальчики должны приподнять своё оборудование. Пятка должна быть плотно уперта в промежность. Выпрямите спину. А теперь наклонитесь вперёд и возьмитесь за щиколотки. Сфокусируйте ваше сознание на чакре паре сантиметров внутри промежности. И продышите. И продышите. Вдох, выдох. Муладхара чакра. Сядьте прямо. И теперь сложитесь в полную джана-шир-шасану. Позу головы к коленям. Держим пять. Выдох. Вдох пять. Выдох четыре. Вдох четыре. Выдох три. Вдох три. Выдох два. Вдох два. Выдох один. Вдох один. Сядьте прямо. И поменяйте ноги. Правую ногу вытяните вперёд. Левую пятку уприте в промежность. Не садитесь на пятку, а просто сильно уприте её в промежность. Это стимулирует муладхара чакру в паре сантиметров внутри промежности. Руки на щиколотке. Сконцентрируйтесь на муладхару чакре в паре сантиметров внутри промежности. Сосредоточьте сознание там. Выдох пять. Мы всегда сначала выдыхаем. Вдох пять. Вдох пять. Выдох четыре. Вдох четыре. Выдох три. Вдох три. Выдох два. Вдох два. Выдох один. Вдох один. Сядьте прямо. И теперь сложитесь в полную джана-шаршасану. Позу головы к коленям. Держим пять. Держим пять. Вдох пять. Выдох четыре. Вдох четыре. Выдох три. Вдох три. Вдох три. Выдох два. Вдох два. Выдох один. Вдох один. Сядьте прямо. Сложите ступни вместе в Бадха-канасану, позу связанного угла. И опять сфокусируйтесь на вашей промежности, пару сантиметров внутри вашей промежности, на муладхару чакре. Посидите спокойно, дышите, фокусируйтесь на чакре. Теперь наклонитесь вперед наполовину. Выдох четыре. Выдох три. Вдох три. Выдох два. Вдох два. Выдох один. Вдох один. Садимся прямо. Ноги в легкую сукхасану, удобную позу. Не скрещиваем ноги. Обе ноги на полу. Кисти рук в чин-мудру. Мы будем делать промежностное сокращение. Сокращение промежности. Раз за разом сокращайте в области паха, промежности, мышцы между ногами, не животом, но областью в промежности. И сокращайте примерно с такой частотой. Сократили. 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 Расслабление происходит медленнее, чем сокращение. Сократили. Расслабились. Сократили. Расслабились. Сократили. Расслабились. Сократили. Расслабились. Сократили. Расслабились. Сократили. Расслабились. Расслабляемся. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разновидность ашвини мудры. Теперь мы будем делать тибетскую позу. Три малых падения. Пожалуйста, положите руки под бедра и приподнимитесь на колени. Три падения. Один. Отпустили руки. Два. Три. Три глубоких вдоха. Один. Выдох. Два. Выдох. Три. Выдох. Еще раз три малых падения в своем ритме. Один. Два. Три. Три глубоких вдоха. Один. Это стимулирует чакру, высвобождает чакру из того сокращения, которое мы делали. Еще три падения в своем темпе. Теперь сделаем виньясу. Собаку мордой вниз. Собаку мордой вниз. В позу ребенка. Теперь вытяните ноги вперед и ложитесь на спину. Согните левое колено. Поставьте ступню на правое бедро. Поднимите левую руку к небу. Возьмитесь правой рукой за левое колено. И раскройтесь как книга. Левая рука влево, левое колено вправо. Посмотрите влево. Держим пять. Выдох пять. Вдох пять. Выдох четыре. Вдох четыре. Выдох три. Вдох три. Выдох два. Вдох два. Выдох один. Вдох один. Поднимите левое колено вверх. Выпрямите левую ногу. Согните правое колено. Правую ступню ставим на левое бедро. Поднимите левую руку к небу. Возьмитесь за правое колено. Поднимите правую руку к небу. И раскройтесь как книга. Поверните голову вправо. Постарайтесь коснуться пола ногтями правой руки. Всеми пятью ногтями. Слегка улыбнитесь. Это освобождает каналы. Иду и пингалу слева и справа от носа. Держим пять. Четыре. Три. Два. Один. Отпустите правую ногу. Выпрямите ее. Садитесь. Мы начнем пашимотанасану. Вытяжение на восток. Или позу сложенного листа. Поднимите руки к небу. И возьмитесь руками за щиколотки. Теперь мы концентрируемся на свадхистана чакре. Которая находится прямо внутри копчика. Примерно 3-5 сантиметров внутри вашего копчика. Сфокусируйтесь там и дышите. Выдыхайте и вдыхайте в эту чакру. Дыхание выходит и входит вам в спину в районе копчика. Выдох-вдох-выдох-выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Поднимите руки к небу и сложитесь в полную пашимотанасану. Держим пять, выдох пять, вдох пять, выдох четыре, вдох четыре, выдох три, вдох три, выдох два, вдох два, выдох один, вдох один. Садимся, сгибаем оба колена, ставим ступни на пол, вытяните руки вверх, ладонями вверх, приподнимите ваши колени и выпрямите ноги, держим навасану, позу лодки, пять, выдох, выдох четыре, вдох четыре, улыбаемся, выдох три, вдох три. Мы делаем подношение, выдох два, вдох два, выдох один, вдох один. Ложимся на спину, выпрямляем ноги, ступни врозь, сгибаем оба колена, ступни на полу. Держим ступни порознь, делаем позу дворников в автомобиле, которая высвобождает каналы в нижней части спины. Выдох колени налево, вдох вверх, выдох колени направо, вдох вверх. Держите ноги порознь, выдох влево, вдох вверх, выдох вправо, вдох вверх, выдох влево, вдох вверх. Выдох влево, вдох вверх, выдох вправо, вдох вверх. Садимся, проделываем виньясу, которая заканчивается в собаке мордой вниз. Держим собаку мордой вниз, пять, четыре, Держим собаку мордой вниз, две, три, два, один. Левая нога вперед, правое колено на пол, и правое бедро, и левая голень должны быть перпендикулярны полу. Это не выпад, они просто вертикальны полу. Поднимите правую руку к небу, скрутка за ваше левое бедро. Постарайтесь не ложиться на левое бедро. Оставьте немного пространства между вашей грудью и левым бедром. И постарайтесь, чтобы линия ладоней была параллельна линии грудины. Постарайтесь посмотреть на потолок. Держим пять. Четыре. Мы скручиваем область нирмана чакры или манипура чакры. Скручиваем область пупочной чакры. Мы пытаемся освободить два боковых канала из узла в области пупочной чакры. Отпускаем. Обе ладони в пол. Правую ногу подтягиваем к леве. Наклон вперед. Утанасана. Держим пять. После скручивания боковых каналов мы теперь вытягиваем их, чтобы прана потекла в них свободно и вытекла из боковых каналов, по которым текут негативные мысли. Левое колено на пол. Поднимите левую руку к небу и скрутитесь вправо. Держим пять. Четыре. Три. Улыбаемся. Два. Один. Выходим. Обе ладони в пол. Левую ногу подтягиваем вперед к правой ноге. Делаем наклон вперед с захватом ступней. Падахастасана. Четыре. Три. Два. Один. Садимся. А теперь ложимся на спину. Будем поднимать ноги. Мы закончили с нирмано-чакрой, пупочной чакрой, которая в некоторых системах называется манипурой. Мы закончили два шага, мы скрутили ее и мы вытянули ее. И теперь мы будем собирать ветры. Мы будем собирать прану в манипура-чакре, в нирмано-чакре. Для этого мы будем поднимать ноги. На вдохе поднимите левую ногу, на выдохе опустите на пол. Правая нога вверх, тянем носок, опустили на пол. Левая нога вверх, тянем носок, опустили на пол. Правая нога вверх, тянем носок, опустили на пол. Левая нога вверх, тянем носок, опустили на пол. Правая нога вверх, тянем носок, опустили на пол. Левая нога вверх, тянем носок, опустили на пол. Правая нога вверх, тянем носок, опустили на пол. Отдыхаем. Теперь подоткните руки под ягодицы, ладонями вниз. Будем поднимать обе ноги. На вдохе поднимаем обе ноги, вытягиваем носки, опускаем на пол. Поднимаем к небу, тянем носки, опускаем. 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 Немного отдохнем. Садитесь. Ноги в легкую сукхасану, удобную позу. Кисти рук в чин мудру. Мы будем делать сияние черепа, капала бхатти. Здесь основная задача не морщить лицо. Держать лицо расслабленным, с легкой улыбкой. И мы будем делать 20 резких выдохов и капала бхатти. Вдох. Начали. Расслабились. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Мы закончили работать с нирмано-чакрой, пупочной чакрой. И теперь займемся дхарма-чакрой или сердечной чакрой. Вытяните обе ноги вперед. Поставьте левую ступню снаружи правого колена. Согните правое колено и подтяните ступню вплотную к ягодице. Поднимите правую руку к небу, перекинув локоть через левое бедро. Держим пять. Четыре. Концентрируемся на сердечной чакре, находящейся на уровне сердца внутри позвоночника. Она находится ближе к спине, у внутренней поверхности позвоночника. Сфокусируйте внимание там и дышите. Распрямите пальцы правой руки в стороны, как лучи солнца. Отпускаем. Легкая скрутка в обратную сторону. Вытягиваем обе ноги вперед. Поставьте правую ступню снаружи левого колена. Согните левое колено. Улыбнитесь. Левую руку к небу. Скрутка вправо, закинув локоть за колено. Распрямите пальцы. Мы растягиваем Иду и Пингалу, два боковых канала, из узла, в которой они завязаны в области сердца, из-за которого и образовалась сердечная чакра, из-за которого мы и смертны, из-за которого тело и умирает. Развязывание этого узла откроет чакру и в случае с сердечной чакрой принесет абсолютную любовь. Отпускаем и делаем легкую скрутку в обратную сторону. И теперь, пожалуйста, Виньяса к собаке мордой вниз. Держим собаку мордой вниз. Левая нога вперед, между руками. Принимаем позу воина, два. Вирабхадрасану, два. Поднимаем руки вверх. Раскрываем руки ладонями вверх. Ладони раскрыты. Это подношение. Улыбнитесь и постарайтесь подтянуть копчик под себя. Слегка втяните живот. Держим. Улыбнитесь. Выпрямили ноги, повернули ступни и воин два в другую сторону. Вирабхадрасана. Подтягиваем копчик, ладони к небу. Выпрямите правую ногу и немного подшагните к левой. Поднимите левую руку к небу. Прикоснитесь левым ухом к бицепсу левой руки. Держите контакт и наклонитесь в видоизмененную триконасану, позу треугольника. Ваша левая сторона сильно растянется. Не отрывайте левое ухо от левого бицепса. Держим пять. Раскрываем иду, раскрываем левый канал. Все позы комплекса леди-нигумы начинаются слева из-за вама-марги, системы левой руки или левосторонней традиции, которая является женской традицией, первым и величайшим йога-комплексом, изобретенным женщиной в Древней Индии. Выпрямляемся, правая рука к небу, касаемся правым ухом правой руки, не теряем контакт и наклоняемся влево, триконасана. Эта поза раскрывает канал пингала и заставляет прану течь по нему, протекать через узлы, развязывая эти узлы и затекать снизу в сушумную или центральный канал, заставляет прану течь в канале сострадания и мудрости. Поднимаемся прямо, изящно переносим правую ногу к левой, на передней части коврика. Сложите ладони вместе на уровне сердца, сплетите пальцы, поднимите руки к небу и наклонитесь вправо, вытягивая левый канал. Опять мы начинаем с левого канала, с иды. Мы его раскрываем, вытягиваем, чтобы усилить поток праны из этого канала. В конце концов, этот канал, Ида, в котором течет неразумное желание, в конце концов, этот канал схлопнется, ссохнется и оставит в теле одну лишь мудрость. Поднимите руки к небу, поменяйте кистевой замок и наклонитесь в другую сторону. Теперь мы раскрываем канал Пингала, красный канал. В этом канале протекают злые мысли из-за узлов, поэтому если раскрыть этот канал, вытягивая и скручивая его, злые мысли покинут сознание. И в конце концов, канал Пингала, красный канал, правый канал, исчезнет из тела. Поднимите руки к небу и опустите их вниз, через стороны. Мы будем делать врикшасану, позу дерева. Поднимите ступню правой ноги и поставьте внутрь левого бедра. Если нога вывалится, а это бывает, просто прикоснитесь ногой к полу и вернитесь в позу дерева. Постарайтесь сфокусировать глаза где-нибудь впереди себя. сфокусируйте сознание. Постарайтесь отвести правое колено слегка назад. Вот так. Опустите правую ногу на пол и теперь поднимите левую ступню внутрь правого бедра в позу дерева. Опустите левую ногу на пол, вытяните руки вперед, ладонями вниз, садитесь и потом ложитесь на спину. Мы будем делать випарита карани, позу полусвечи или полуберезку. Вы поймете, что в правильной позе, когда почувствуете давление в области позади сердца, в полной березке давление приходится на область позади шеи или горловой чакры. Но в полуберезке, випарита карани, мы стараемся оказать давление позади сердца. У всех это получается по-своему, и разные люди по-разному выполняют эту позу. Но если вы чувствуете давление пола на область позади сердца, на позвоночник на уровне сердца, то вы выполняете позу правильно. Держим позу 10 циклов дыхания. Почувствуйте сердечную чакру. Почувствуйте маленький шарик энергии на уровне сердца, прямо перед позвоночником. Эта поза оказывает давление на эту чакру, и мы пытаемся расслабить ее и выпустить прану, пойманную в этом узле. Узел вызван двумя боковыми каналами, идой и пингалой, левым и правым каналом, которые мы распускали нашими позами. Садимся. Пожалуйста, виньяса. Делаем переход. Когда дойдете до собаки мордой вниз, перейдите в позу планки и опуститесь прямой линией на пол, животом на пол. Положите руки под голову, посмотрите налево, и расслабьтесь, совершенно расслабьтесь. Это очень важная поза в данном комплексе. Если не расслабиться в этом месте комплекса, то весь комплекс может вас закрепостить. Поэтому очень важно здесь расслабиться. теперь мы примем шалабхасану, позу саранчи. Руки по бокам, ладонями вверх к потолку. Поднимаем голову, грудь и ноги вверх. Грациозно улыбнитесь. Это распустит два боковых канала в области лба. Держим. Пять. Четыре. Три. Два. Улыбнитесь. Два. Один. Опуститесь на пол, подложите руки под голову и поверните голову вправо. Отдыхаем. Очень важно в этом месте отдохнуть. Некоторые из наших поз, наших асан открывают сердечную чакру посредством наклонов вперед, некоторые посредством прогибов назад. Поэтому сейчас мы продолжим прогибом назад, Дханурасаной, или позой лука. Пожалуйста, возьмитесь за щиколотки и поднимитесь в позу лука. В смысле, позу лука со стрелами. Улыбаемся. 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 Опускаемся на пол. Пожалуйста, в позу ребенка. Садитесь, вытяните ноги вперед и ложитесь на спину. Мы примем тибетскую позу под названием гилинг-ти-дем. Гилинг значит беговая лошадь, скакун. Ти значит сливки. Дем значит распределить сливки по всему телу. Распределить сливки по всему телу. На самом деле, это просто качели. Вперед, назад. Согните ваши колени и покачайтесь пять раз в своем темпе. Вперед, назад. Это распределяет прану вдоль позвоночника. Очень-очень важная поза. Она распределяет прану. Когда закончите, садитесь. Руки на пол, сзади. Мы начинаем работать с горловой чакрой, которая на тибетском называется самбхога чакра или чакра опыта. Ладони на пол, позади себя, пальцами вперед. И поднимитесь в позу стола. Таз как можно выше. Выше таз. Выше таз. Откиньте голову назад. Это открывает горловую чакру, самбхога чакру, в области горла. это видоизмененная пурвотанасана. Это видоизмененная Отпускаем и садимся. и переходим в позу стойки на плечах, и переходим в позу стойки на плечах, сарвангасану, или березку. Вы должны чувствовать давление на горловую чакру. Все эти чакры называются как части тела, но это не значит, что они расположены в этих частях тела. Горловая чакра находится на уровне горла, но сзади, прямо перед позвоночником. Поэтому сфокусируйтесь на чакре прямо перед позвоночником, на уровне горла. Вдыхайте и выдыхайте в чакру. Не дышите носом. Вдыхаем и выдыхаем чакры на уровне горла, прямо перед позвоночником. Лунг сем джукба чикба. Лунг сем джукба чикба. Прана и мысли всегда едут в тандем. Куда идет ваше сознание, туда пойдет и прана. Если вы будете думать о горловой чакре, то прана из тела стечется к горловой чакре. Таким образом, мы как бы уговариваем прану подниматься в теле. Мы начали с Младхара чакры в промежности, потом перешли с Фадхистана чакры в верхней части копчика, потом перешли к Манипуре или так называемой Нирмана чакре позади паука в районе позвоночника, потом перешли к Дхарма чакре, чакре всего того, что в сердце. Она так называется, потому что весь мир проецируется из маленькой точки позади нашего сердца. Потом мы перешли к Самбхога чакре на уровне горла. Мы концентрировались на каждой чакре, что заставляло прану подниматься по центральному каналу сушумни и стимулировало праны в сушумни, поскольку прана в центральном канале связана с нашими мыслями сострадания и нашими мыслями понимания. У комплекса Леди Нигумы есть цель поднять прану вверх по всем чакрам и стимулировать мудрость и сострадание. Теперь примите позу плуга. Концентрируйтесь на горловой чакре. Опуститесь на пол. Медленно поднимитесь и сядьте. Сукхасана Ноги слегка скрещены, но лежат на полу. Руки в чин мудре. Мы закончили развязывать узел гранти в горловой чакре. Мы закончили вытягивать ее. И теперь мы должны постараться собрать ветры в сердечной чакре или пустить ветры в область сердечной чакры. Мы сделаем Удияна Бандху резко выдохните длинный выдох втяните живот внутрь и вверх и держим подбородок вниз. Отпускаем глубокий вдох вдох выдох глубокий выдох глубокий выдох глубокий вдох глубокий выдох держим замок Удияна Бандху мышцы живота в себя и потом вверх подбородок вниз расслабились три глубокий вдох три глубоких вдоха вдох выдох вдох выдох вдох выдох выдох вытяните ноги на коврике мы примем позу рыбы или Мациасану опуститесь на локте и откиньте голову назад дотроньтесь головой до пола если сможете если не можете не надо это не обязательно держим пять выдох Вдох 5 Выдох 4 Вдох 4 Выдох 3 Вдох 3 Выдох 2 Вдох 2 Выдох 1 Вдох 1 Садимся И в позу ребенка После позы ребенка мы примем шершасану, стойку на голове Пожалуй, самую благотворную из всех поз Ее цель Оказать давление И стимулировать махасукха чакру Или чакру великого блаженства Которая расположена в верхней части головы Прямо внутри черепной коробки Эту область невозможно скрутить Невозможно скрутить внутреннюю часть черепа Чтобы распустить боковые каналы Поэтому мы просто оказываем давление на верхнюю часть черепа Что в свою очередь распускает узел Гранти Двух боковых каналов В верхней части черепа Теперь примите шершасану Эту позу не стоит пробовать без помощи инструктора Есть разные вариации этой позы Еще раз Эту позу не стоит пробовать без помощи инструктора Субтитры создавал DimaTorzok Опуститесь медленно из этой позы Опуская обе ноги медленно и грациозно И принимаем позу ребенка Чтобы немного отдохнуть Музыка Пожалуйста, садитесь Вытяните ноги вперед И ложитесь назад в шавасану Позу мертвеца Ладони кверху Каждый мускул в теле расслаблен Посмотрите, насколько вы можете успокоиться Насколько ваше дыхание может успокоиться Насколько спокойными могут стать ваши мысли Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok